привет меня зовут Эд и сегодня я записываю очередную порцию рецептов советов фишек для вашего здоровья и красоты сегодня у нас продолжение серии видео из цикла как выдернуть клеща чтобы не заболеть даже не умереть потому что наверное не все знают что клещи переносят несколько опасных заболеваний одно из них это энцефалит недавно я прочитал в сети что очень известная канадская певица аврил лавин молодая абсолютно всего 30 лет заразилась этой очень-очень опасной болезни и много лет страдала от нее хорошо что она миллионерша и возможно очень быстро ей начали оказывать помощь и эта помощь длилась несколько лет поэтому хорошо если клещ просто вас укусил там впустил яд без каких-либо болезней если же он заражен чем-то это очень опасно в общем вернемся к тому как безопасно извлечь клеща в прошлом видео я рассказал о самом безопасном способе извлечь клеща способ был основан на 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 то что я вам рассказал то есть берем вот такую вот такой шприц любой обрезаем его и не дотрагиваясь до клеща пробовать пробуем анти давлением анти давлением создающимся при движении порща вынимаем пробуем чтобы это анти давление позволило клещу как бы выпрыгнуть назад в эту трубочку в принципе это один из самых безопасных способов он конечно не стопроцентный но я могу охарактеризовать его как 90 процентный способ конечно если клещ не впился там и возможно даже не сможет уже рожать свои клещи чтобы под действием давления безопасно оттуда как бы выпрыгнуть потому что реально он тоже может там немножечко подорваться или попытаться впустить вашу кровь яд дальше есть еще несколько способов я бы охарактеризовал их как сомнительные но эти способы очень активно применяются нашими гражданами так сказать еще один способ я считаю что он еще более малоэффективен но им тоже очень часто пользуется ситуация та же самая способ это заключается в чем берем берем и прокалываем иголочку я имею ввиду прокаливаем на огне нагреваем иголочку и пробуем этой иголочкой дотронуться до до попки так сказать клеща иногда это помогает ему начинает печь и он как бы не поймет чем дело отпускает и сам выходит с кожи я бы оценил эффективность этого мероприятия процентов где-то в 30 конечно есть есть так сказать рекомендации что вроде это иногда помогает но не всегда так же само клещ может испытать шок он может сразу же вприснуть я вместе с болезнями то есть не высасывать вашу кровь а наоборот выпрыснуть в нее яды поэтому как способ да этот способ существует им пользуются но эффективность его небольшая и об этом вы как бы должны знать спасибо за внимание спасибо что вы мне смотрите и смотрите мои рецепты дальше подписывайтесь ставьте лайки задавайте вопросы отвечу каждому до встречи на моем канале удачи вам всем и мир вашему дому